Ты сейчас будешь рассказывать о ЮАР. Скажи, пожалуйста, какая же эта горячая точка, богатая африканская страна, одна из самых богатых вообще на континенте? На континенте, да, действительно, самых богатых. Я тебе скажу, пожалуй, ни в одной стране мира мне не было так страшно, как в ЮАР. После окончания протеида эта страна превратилась, то есть как бы черный расизм, то есть белорасизм стал черным расизмом. Чтобы тебе представить, что такое, например, Йоханнесбург, ты не можешь пройти из отеля 300 метров до магазина. Ты не можешь, тебе нужна машина для этого. А чем тебе угрожает вот этот отрезок пути? Что может произойти? Тебя могут убить и ограбить в любой момент. Вначале убьют, а потом ограбят. О, Господи. Это самое худшее. Надо избегать светофоров. Люди боятся есть светофоров. На светофорах ты не увидишь белых людей вообще на улице живыми, ходящими белых людей, ты их не увидишь, их нет. Ты увидишь только черных людей. Есть, правда, один укрепленный район, ну, укрепленный как крепость. Я там видела четырех белых людей, и там везде были надписи «Секьюрити 24 часа» и «Охрана постоянная». Он был роскошен, там, окружен садами. И мне даже не разрешили, у меня была встреча в этом районе, мне даже не разрешили зайти в отель. Хотя я была белая и все. Охрана, потому что моей фамилии не было в списке человек, который может войти в этот отель. Настолько все серьезно. Все остальные улицы города – это только черные люди. Белых людей ты можешь увидеть в магазинах. Ты можешь увидеть их в плятории, которая считается дипломатическим местом. Находятся все плятории. Это городок рядом с Юханисбургом. Там находятся все дипломатические представительства, и долгое время считаются безопасными. Но их плятории больше, люди не передвигаются пешком. Многие белые уехали в пригороды Юханисбурга, потому что там ситуация чуть получше, но сказать, что лучше, тоже нельзя. Ты тоже не можешь выйти на улицу. Абсолютно не можешь. Ты можешь выйти, сесть в машину и поехать куда-то. Самое страшное, ну вот ты уедешь по дороге, на дороге писай себе такие надписи. «Criminal alert», «Криминальная тревога». Следующие 10 километров не останавливайте машину. То есть это совершенно нормально. То есть еще 10 километров вас могут убить, ограбить и так далее. Полиция ни за что не отвечает. Она просто предупреждает вас. Не останавливайтесь. Прости, пожалуйста, а сотрудники полиции, у них какой цвет кожи? Черные, белые? Раньше было смешанное. Сейчас тоже есть белые полицейские, но гораздо меньше. Но дело не в полицейских. Полицейские тоже охраняют, потому что полицейские грабят каждую ночь. Полицейские станции сидят, запарикодировавшись до утра. И недавно профсоюз полицейских подал заявку, что с 6 вечера до 6 утра они работать не могут, потому что это очень опасно для них. Не для граждан. Граждане их мало интересуют. Более того, государство платит ЧОП, частным охранным предприятиям, охранять полицию. У каждой полиции есть кнопка опасности, когда они вызывают частные охраны в предприятии. Это миллионы вообще деньги, доллары, которые ходят на то, чтобы охранять полицию. Вовсе не граждан. У полиции грабят таким образом, заходят с автоматами, говорят, открывайте сейф, забирают все оружие, деньги, все, что находят, бандиты, и уходят. Черные бандиты, черных полицейских. Это совершенно нормальная ситуация. Есть предупреждение. Вы имеете право, когда вы едете на машине, не останавливаться на... Если вы видите полицейских, можете не останавливаться. Почему? Потому что если вы не уверены, что эти полицейские действительно полицейские, вы имеете право ехать до тех пор, пока вы не увидите, а вы его долго не увидите, ближайший полицейский пост, остановитесь и сказать, я видел полицейских, я не понял. Это кто? Это официально... Что-то какая-то искаженная картина мира. Хотя, с другой стороны, чем удивляться, если ЮАР входит в пять самых криминальных стран мира? Вот, кстати, когда узнала об этой статистике, я была удивлена. У меня-то наверняка, как и у наших радиослушателей, какая-то идиллическая картинка цветущего рая, понимаешь, богатой страны, процветающего населения. Ты рассказываешь какую-то совершенно параллельную реальность. Совершенно параллельная реальность. Более того, по количеству преступлений ЮАР обогнала Афганистан. Ого! Ну, я уж не говорю о других странах, там, как Уганда и прочее, 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 но они обогнали все террористические страны по количеству преступлений. В прошлом году было убито 20 тысяч человек. Это большое, большое улучшение, поверь мне. До этого убивали по 38 тысяч в год. Это не значит, что убивают только там белых, убивают и черных. Черные убивают черных. Методы убийства крайне жестокие. Самая популярная казнь в Южной Африке называется казнь ожерельем. Это когда на человека надевают шину на пояс, обливают бензином, поджигают. О, Господи, Боже мой. Я видела фотографии людей, которые... Что остается после людей от этой казни. Но я однажды видела фотографии, что было еще хуже, чем человек, который выжил после этого. Честно говоря, меня стошнило прямо на стол. Дело было в ресторане, показали эту фотографию. Это будет человек-шина. То есть вот ему так жить всю жизнь. Он единственный выжил. Остальные, конечно, естественно, все убили. Даша, а за что применяется такой ужасный вид казни? За что угодно. И главное, кем? Вот кто устраивает такой самосуд? Черный. За что? Черный. Меньше участвуют в этом. Цветные вообще практически там не участвуют, потому что они тоже считаются такими малоправными людьми. То есть самые бесправные – это белые, а в ступеньку повыше – цветные. Это в основном Кейптауна. В Кейптауне обстановка получше, потому что там в основном население все-таки цветные. Это более цивилизованные люди, и там меньше таких преступлений. Там, во-первых, грабят, а потом убивают. А везде вначале убивают, а потом грабят. А грабить, собственно говоря, нечего, потому что белые люди деньги не хранят в доме. А потом стоят все грабители. Деньги хранят в банках, пользуются только карточками. Я разговаривала с массой вдов, вдовцов, сирот, людей, которые потеряли все свои семьи. Вот даже на глазах были убиты их родственники, изнасилованные. И чаще всего максимум грабежа составляло обручальное кольцо. Например. Даже не компьютеры, не деньги, денег в доме никто не хранит, не телевизор, не что-то практичное. Нет, это максимум вручальное кольцо. То есть это получается, прости, убийство ради убийства? Это убийство ради убийства, это убийство ненависти. Но подождите, когда закончился аппарат, люди просто массово уезжали, миллионы белых выехали. И понятно, что... Тех, у кого мозгов хватило сразу, у кого хватило денег. Ты не забудь, что выехали сразу богатые белые. А сколько белых квалифицированных рабочих, которые в жизни даже не думали о том, что им придется уезжать. И не забудь, что семьи, белые семьи в ЮАР, очень традиционные, набожные, консервативные. Жена сидит дома с огромным количеством детей, а муж работает. Не принято, потому что 3-4 ребенка – это нормально, а 7-8 – тут популярная шутка у них. У тебя еще телевизора или интернета нет, тебе вечером делать нечего. Это нормально. Белый очень консервативный народ там. Это буры, знаменитые буры. И у них очень традиционные ценности. То есть вот жена дома с хозяйством, с огромным количеством деток, а муж зарабатывает. И вот представьте себе мужа рабочего, который потерял работу, или ему нужно вывезти всю семью, а семья – это он, жена, минимум четверо детей, там старенькая мама, старенький папа. Ты куда их вывезешь на одну зарплату? А если ты потерял работу? И вот эти люди остались, они находятся в крайне трагическом положении. Осталось… Первыми убежали евреи, богатые евреи, которые сразу поняли, что ничем хорошем не грозит. Остались ювелиры евреи, которые грабят еженедельно, раз в неделю, как минимум. То есть там вообще светлая жизнь. Значит, чтобы тебе представить такую жизнь, потому что я хотела пожить в пригороде. И посмотрите, как живут люди. Значит, ни одной семьи, это был Спринг, спринг, пригород Юханисбурга, я разговаривала с массой людей. Нет ни одной белой семьи, где не было бы убитого, раненого, изнасилованного, неважно, мужчина или женщина, или ребенок. Потому что есть еще дикая поверье среди черных. ЮАР – это еще страна, где самая высокая статистика СПИДа. И есть поверье, что если ты изнасиловал белую девочку, то ты вылечишься. Но это же дикость сумасшедшая. Где ты жила? И вот, когда ты вышла из аэропорта, ты же летела на самолете. Ну, понятно, что меня встретили мои белые друзья. Да, вот ты когда почувствовала вот этот уровень опасности? Я поселилась в пригороде Спрингс, это пригород Юханисбурга, где смешанное население. Значит, у меня был полный... Это был гестхаус. Мне это поселил друг, он отставной экс-полицейский, сейчас он работает в частном охранном предприятии, Дирк Деру. Значит, у него большая семья, как там принято. И он, посмотри, у меня специально в ста метрах от себя. Гестхаус, во-первых, он знал женщину, которая держит гестхаус, и он знал, что я в ста метрах от него, и у него постоянно с собой есть пистолет. То есть там люди спят с оружием. Лена, это не шутка. Я думаю, что люди, которые спят с оружием, не существуют в жизни. Они существуют. Это в ЮАР. Прости, пожалуйста. Оружие всегда лежит на тумбочке рядом. Спят с оружием только мужчины, или женщины и дети тоже умеют пользоваться оружием? Не принято. Считается, что мужчины защищают. Они, может, и могут пользоваться, но не принято. Ситуация такая, что, представляете себе, что я приезжаю, у меня вечером мои друзья, традиционно, поскольку буры обожают мясо, они выращивают коров, это лучшие коровы вообще в мире, лучшие стейки в мире, они приглашают меня в свой домик с большой лужайкой, с большим, значит, там, забором. И мы устраиваем такой, знаешь, вечер на лужайке с грилем, со всеми делами. Они жарят мясо на гриле. Они даже не понимают, что можно есть, все это другое. И я знакомлю с женой, с тремя прелестными, совершенно благокурыми детьми. И одного из них я спрашиваю, тебе нравится твоя страна? Он говорит, нет. Я хочу быстрее уехать, пока меня не убили. Это говорит шестилетний мальчик. О, чего себе. Да, шестилетний мальчик. Для статистики, официальная статистика, у девочек в ЮАР больше шансов быть изнасилованы в школе, чем научиться читать. Это официальная статистика. В школе? В школе. То есть... Волна изнасилований в школе просто совершенно зашкаливает, она невероятна. Подожди, а в школах... Я же не говорю, что после школы. Обучаются по смешанному принципу? Да, потому что у нас же апартрит кончится, поэтому там смешанный принцип. Ну, тогда, да, скажи, пожалуйста, а безопасность в школе детей кто-то охраняет? И вообще, вот ты рассказывала... Ну, школу привозят просто на обыкновенный автомобиль, оставляют там, никто не охраняет их. Дело в том, что школьники насилуют школьниц. Это считается, что признак твоей взрослости. Ты изнасиловал девочку, а еще лучше белую. А учителя что-то с этим делают? А что они могут сделать? То есть, нет, ну как, в нашей стране такое произойдет, это наказание, и ты... Изнасилование это такая... Хорошо, в стране, где раскрывается всего 3% преступлений, как ты думаешь, кого-то волнует изнасилование? А тебе, включая убийство, 3% раскрывается преступлений. Грабеж, изнасилование считается просто ерунда какая-то, даже обращаться с этим неудобно, потому что чушь собачья. А то, что тебя при этом могут заразить спидом, это вообще никого не волнует. Все равно все болеют спидом. И вот они меня приглашают на лужайку, и я вижу такую мать троих детей, Мишель, все такое. Я узнаю, что Мишель пытались убить дважды в ее собственном доме. Во-первых, ты живешь... Меня сразу обругали мои друзья. Ты живешь за решеткой. Твой дом, все, вплоть до ванной комнаты, входной двери и так далее, весь обложен решеткой. Каждый раз, заходя на ночь, ты обязан закрыть все решетки, а только потом закрываешь дверь. Это как тюрьма. Слушай, как фильм ужасов просто. Как фильм ужасов, реально. Потому что если забудь, решетка сделана очень твердо, то ее проломить... Решетка даст тебе время кричать, вызывать на помощь, что-то еще. Это просто выиграть время. Ее сломать тоже можно. Хотя идет очень прочным. Я жила в таком доме, вот без всего дома, моя комната была вот такой решеткой. И первое, что меня обругали мои друзья, потому что я все время забывала закрыть решетку. Я не понимала, зачем нужно закрывать решетку. Я закрыла дверь. Бесполезно. Значит, не говоря об электрических заборах, электрических воротах. Электрический забор достаточно его за... Достаточно бросить там ветку дерева или что-то еще, и ты его просто закоротишь. То есть, это не проблема. Как убивали жену моего друга? Пытались убить дважды. Черные караули смотрели, что раз в день она открывает решетку своего дома. Решетку, чтобы на 10 минут выгулять собачку во дворе. Детей утром возил муж в школу. Троих детей. Они под караули, когда открыта была дверь, бежали за ней. Самый популярный способ убить, самый дешевый. Ей натянули пластиковый пакет на голову и завязали. Это использовало полплот, используют игилы и так далее. Смерть наступает через 7 минут. Мозг. Это очень мучительная смерть. Все, что с нее сняли, это обручальное кольцо. Типичный случай. Ей повернули и первый раз, и второй. Первый раз, потому что мимо ехал... Они сбежали тут же. И первый раз мимо ехал сосед на велосипеде. В Африке открытая дверь, это сигнал о помощи, сигнал того, что что-то случилось. Он немедленно перепрыгнул через забор, ворвался, стащил с нее пакет. Ее ударили по голове, она сразу потеряла сознание. И он ее спас первый раз. Второй раз было еще хуже, потому что через... Они сменили дом, очень были напуганы. И ей однажды пришлось открыть дверь днем. А это все происходит днем, не ночью. Муж был на работе. Он работает, как я сказала, в частном охранном предприятии. И она вышла повесить мокрое белье, сушиться во дворе. Не ждали, это занимает 10 минут. По счастью, в этот момент ей позвонил муж. И он услышал, как она кричит в телефонной трубке, она бежит в дом. И она сделала то, что он ее всегда учил. Телефон забросил ногой под шкаф, чтобы я мог слышать, что происходит, или под кровать, потому что можешь. Они снова надели ей пластиковый пакет на голову, ничего не украли, завязали напрочь, убежали. Все, что чувствует муж, который находится минимум в 30 минутах езды, он понимает, что через 7 минуты его жена умрет, мать его троих детей. Слава Богу, что он работает в ЧОПе. И он по рации стал кричать, кто-нибудь, кто рядом с моим домом, мою жену убивают, кто-нибудь. По счастью, его товарищ оказался в 2-3 минутах езды. Он успел, ворвался. У него уже было совершенно синее лицо и открытый рот, прижатый к этому пакету. Она была, естественно, бессознанием. Ее спасли. Второй раз. Сейчас и семья копит деньги, чтобы уехать. Я надеюсь, что в декабре они уедут. Это очень трудно, потому что у него зарплата охранника, им нужно вывести 6 человек, включая маму. Сразу у меня вопрос, куда они могут поехать? И вообще, давай даже начнем, может быть, не с этого. Я вообще такой, как люди живут. Вот, например, единственное место, где люди могут питаться, это, не знаю, в кафе, это шоппинг-молл большой. И вот это такая радостная. Мне это привезли, говорю, смотрите, черные-белые вместе. Мне говорят, ты не знаешь, как этот шоппинг-молл открывали? То есть, чтобы магазин начали работать, завезли, естественно, в бронированной машине деньги. Нагнали кучу полиции. Мы пригласили массу праздничных граждан, чтобы они зашли в первый шоппинг-молл. В это время приехало в машину 20 гангстеров с калашниковыми. Началась настоящая бойня. При этой бойне было убито несколько полицейских, и ранена беременная женщина, которая в живота. Она потеряла ребенка, сама выжила. Это было торжественное открытие местного шоппинг-мола. Когда я просто вышла покурить на улице, может, нельзя курить в помещении, разговаривала с двумя пожилыми белыми женщинами. Они просто поняли по акценту, что я, ну, не местная, не говорю на языке африканерс, это такой у них местный язык. Они стали разговаривать со мной, у одной из них муж был ранен на парковке этого же шоппинг-мола. Просто его застрелили, вытащили кошелек, наслаждался жив. У второй тоже был ограблен на том, что на той же парковке охраняемой, освещаемой. Под видео я говорю, а почему вы в этот магазин до сих пор ходите? Они говорят, а куда ходить? Это хотя бы большой магазин, хотя бы какой-то шанс. В маленьком магазине никто не успеет. То есть у одной бы муж ранен тут же. И все равно находит каждый магазин, что они негде покупать продукты. Прости, Бугороди, но в наших мулах там есть детские площадки, какие-то аттракционы, какие-то развлечения, кинотеатры. Дети никогда не играют одни. Это невозможно себе представить. Слушай, а кинотеатры там вообще работают? В темноте можно вообще все, что угодно сделать. Я не видела кинотеатры. Может, они есть, но я их не видела. Наверное, они есть где-то в определенных районах. В общем, тут тебе предстоять. И вот мне идти ночью, ночью в свои сто метров. Я иду и сопровождаем я своим другом, который держит пистолет в руках. И первое, что я вижу, это огни в лесу. Я говорю, я в ужасе, я все дрожу. Я говорю, кто это? Это черный веселяться. Это лагерь черных скоттеров. Миллион лагерь черных людей, которые захватывают землю, потому что у них нет работы, нет денег. Зато они крадут электричество, значит, танцуют, веселятся, покупают дешевый алкоголь. И все это находится в 800 метрах от меня. Я говорю, послушай, они же могут прийти ко мне ночью. Он говорит, конечно, могут прийти. А что делать? А ничего не делать. Никакой защиты от этого нет. Просто запри хотя бы решетки. Ты выиграешь время. И вот я помню, что несколько суток я вообще не могла спать. Я просыпалась криками, что мне надевают наглый пластиковый пакет. О, Господи, Боже мой. И что у меня душат, и что у меня нет времени. И то есть это были ужасные несколько суток я просто вообще не могла спать. Ты упомянула о бурах. Вот белое население это бура. Я, честно говоря, не очень знаю, представляю, что это. Этнос, народность. Это этнос. Этнос, да. Ну, скажем так, нация. Нация, сформировавшаяся начиная с 1652 года. Кстати, почему бурые с ними твердят, что все-таки мы были первыми на этом месте. Отчасти они правы, потому что в 1652 году в Южной Африке выслезал Голландец Ян ван Рибек. Это был знаменитый мыс Доброй Надежды, он назывался мыс штормов отнюдь Недоброй Надежды. И он называл там колонию. В то время там были, это были голландские колонисты, протестанты. Нидерланды тогда процветали. И как протестанты, там жили племя бушменов. Скорее, это люди такого, знаешь, у них красноватый цвет кожи, монголоидные черты лица. это не совсем черные, то есть немножко другой типаж. Они не очень с ними там ладили, понятно, что воевали, но как-то прижились. Дальше начались, как ты помнишь, по исследованию гугенотов варфоломейская ночь во Франции, в то же самое время. И гугеноты бежали, куда угодно они бежали в Америку, протестанты гугеноты, основали, ты понимаешь, полуамерики. Часть бежала в Канаду, часть бежала, значит, вообще, в другую часть Америки, а часть прибежала туда. Это были французские протестанты, поэтому у многих фамилии Делла, Делла, Делла Приз, Делла Ру, но они говорят не Делла Руа, как было по-французски, да, а Делла Ру, они изменили язык полностью. Для них это ничего не имеет значения, потому что Буро это значит крестьяне в переводе. Они не гордятся своим аристократическим происхождением, происхождением, хотя большинство приезжих были аристократами. Дальше к ним бежали от преследования немецкие протестанты. Ты помнишь Лютер, там все эти дела, когда все это только начиналось, многие бежали, потому что хотели найти как бы своих. Получилась такая протестантская белая община, говорящая на франко-немецко-голландском языке. Постепенно они поладили, образовали свой собственный язык, который называется африканц, и он имеет, конечно, слова со всех языков. Из английского, из немецкого, из голландского. Ты там хотя бы пару слов не выучила на африканском? Я, естественно, выучила, например, что молоко это мок, ну, похоже, ну, вроде не то. Милк, мок. Ну, какие-то и такие мелкие слова, там, мясо не едят, билтонг, это у них мясо они брали на войну, они были очень воинственные. Билтонг это сушеная говядина, ничего кроме говядины не едят, говядина и свинина. Они считают, что первое, что дают ребенку, когда у него прорезался зуб, ему дают кусок большого мяса. У меня был полный ужас, когда я ужинала в семьях буров, когда в столом сидит двухлетний ребенок и там тремя зубами грызет кусок жесткой свинины или говядины с огромным удовольствием. Я говорю, а детям это не вредно? Они говорят, южноафриканским детям это не вредно. Поэтому я, конечно, несколько была шокирована. Буры это крайне традиционные белые люди, очень набожные, все время вообще не читали никаких книг, кроме Ветхого Завета, и считали, что Бог, как евреям, послал им Южную Африку землю обетованную. Потому они так за нее боролись, и, собственно говоря, сами черные пришли на эти земли в 1777 году. Они переделились с других сторон Африки, плюс сами буры, которых захватили англичане и сделали из нее колонию. Тоже им все осточертело, потому что они хотели быть самостоятельными. Они подпленили великий трек «Большой поход» в Сент-Африки, где уже столкнулись с черными племенами. Естественно, воевали, как все, нормально. И основали две независимых республики, поскольку все они были протестанты, не признают власть короля или кого-то еще. Трансваль и оранжевая республика. Оранжевая, я поняла почему, потому что, когда я приехала туда, я просто увидела землю ярко-оранжевого цвета. Это очень богатая земля, вот именно ярко-оранжевого цвета. Я поняла, почему оранжевая республика. Значит, и, в общем, смешавшись, они завозили черных рабов. Это, знаешь, немножко чем-то похоже на войну конфедератов и янки в гражданскую в штатах. Да-да-да. Они возили черных рабов, они завели сельское хозяйство, они были крайне консервативные. Огромные фермы, где глава семейства пока через кресло читает по вечерам Ветхий Завет, а рабы, значит, его слушают. Садник без головы. Вот так вот. Только сегодня фильм показывали, прям, знаешь, вот ты рисуешь картинку, я прям вижу. А для меня, скорее, внесённый ветром. Ну или так, да. Терпеть не могли никаких новшеств, но были крайне отважны, готовы были бороться за свои ценности. Семья – это главное. Женщина, значит, вяжет и рожает детей. И всё это вот они сохранили до сих пор. Эту культуру, свой язык, который не... Они себя не признают белыми. Как бы белыми в таком выслике, что они не признают себя, например, европейцами. Мы африканеры. Мы буры. Никогда себя не называют европейцами. Я считаю, что мы совершенно отдельный народ. И, значит, всё это шло, значит, более... У них даже городки, знаешь, я нашла два города с названием Бетлихем, то есть Уфрием и Хевроин, Хеврон. Они даже города называли по Ветскому завету, считая, что вот Бог послал им такую землю. Но чем делаешь дальше дальше дело? Кончилось, если вспомнишь, англо-бурские войны, в которых даже Черчилль участвовал. Им страшно не повезло. Когда они двинулись в свой великий трек «Великий поход», на их земле основали республики, на их землях нашли самое крупное мельное месторождение алмазов. Алмазов, да. С этого момента участь буров переменилась в худшую сторону, потому что, естественно, что англичане сказали, а почему это не наше? Ну, ты же знаешь, англосаксов. И они никсировали эти земли. Началась как бы первая англобурская война, которую буры выиграли. Что-что, стрелять они умеют хорошо. Более того, они... это их... Ну, когда выявишь на своей земле, всегда легче. Плюс англичан было не так уж много. Они выиграли эту войну. Потом опять не повезло, потому что у них нашли самое крупное мельное месторождение золото, и в страну хрынула масса авантюристов. Ну, это сейчас золотая лихорадка. И поначалу буры сказали, мы в этом не участвуем, поскольку они консервативны. Мы сидим на своих фермах, там вяжем носочки, коров там держим, все у нас хорошо, детей рожаем каждый год. А вы там себе занимаетесь с алмазами и золотом, только платите нам налог. Хороший такой, богатый, хороший налог за то, что вы разрабатываете наше золото и алмазы. И в принципе это было справедливо. Но, как ты понимаешь, приезжим это быстро не понравилось, в основном это были англичане. Сказали, а почему нам... зачем мы платить налог, если мы можем все это захватить? Началась вторая англо-буртская война. И в этой англо-буртской войне, честно говоря, это было бы не так. И в этой англо-буртской войне, даже 225 российских добровольцев. Туда приехали наши российские военные журналисты. Один из них, Евгений Максимов, дослужился у буров до звания генерала. Участвовали все. Участвовали американцы, ирландцы, шотландцы, немцы, голландцы, русские. Все, кто ненавидит Англию. Хочется, собралась тусовка со всего мира, который ненавидит Англию. И, значит, даже есть такая песня, которую, значит, вся российская пресса захлебывала с восторгами от буров. Даже есть такая песня «Трансваль, страна моя в огне» на русском языке, замечу. Ее пели потом «Красные партизаны» в дюйме гражданской войны, а не так давно, по-моему, ее спел Шевчук. Так что, знаете, «Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Она написана в русском стиле, как сидит старый бур под деревом, и как все его становя ушли на войну. Ну, в общем, очень трогательно читать. Кстати, очень обидела, что там я видела памятник, буры поставили ирландским добровольцам, но русским не поставили. Меня задел, говорю, минуточку, у нас было 225 человек, один из них генерал. Даже был один грузинский князь, приехал воевать, по имени Нико. Они никогда не видели грузин вообще в своей жизни, он приехал воевать за буров. Ну, ты его убили, ты там как-то плохо закончил на этой войне. И вот на этом хорошая история. Буров заканчивается. Потому что они проиграли, и англичане устроили первый в мире концлагеря. Официальный концлагеря в мире были устроены в 1901 году, когда закончилась Вторая Англобургская война. В него поместили 200 тысяч человек буров, половину населения, и 30 тысяч человек, женщин и детей, умерли от голода. Это был первый концлагеря в истории, об этом никто не говорит. Это трагедия буров. Официальная цифра 30 тысяч, говорят, было гораздо больше. Мы же не завоевали страну, и сказали, а теперь мы делаем единую страну, ЮАР, потому что там было золото, алмазы, все, что хочешь. И буры с самого начала просили, не надо нас смешивать. Мы един народ, белые, мы хотим остаться народом. Не надо смешивать черными. Нет, мы не хотим федераться, сказали англичане, это будет смешанное государство. С этого все и пошло. Дальше начинается черная история позора. Буров, апартеид, он был крайне жесток, они ввели массу всего, были запрещены межрассовые сексуальные контакты, межрассовые браки. Черных загнали, так называемые, бантустаны, откуда не имели права выходить, только по специальным документам. И эти бантустаны сосали всего 12% территории страны. А буров-то всего было 9% населения. Основные населения занимали белые. Я уж не говорю о том, что там собаками, неграми и так далее, вход со спрещеной и прочее. Это было реально, назвать это геноцидом, это неправда. Это был апартеид. Апартеид означает сегрегацию. Вы живете там, где мы вас видеть не хотим, а мы управляем. Да, действительно, сейчас белые пытаются говорить, мы же строили все-таки какие-то больницы и школы в этих... Но факт есть факт, апартеид дело нехорошее. И копилась ненависть. И тут мы очень-очень сильно помогли черным. Мы мешали войну Анголы, Набиби и Сьюар. Мы воевали Сьюар. Это неизвестная война, так называется. Воевали мы очень сильно. Много народу погибло. Это какие годы? Ой, да мы практически до конца 94-90-х годов беспрерывно воевали Сьюар. Только об этом никому неизвестно. Ну, то есть 90-е годы прошлого века, да? И 90-е годы это уже конец. А начались там 70-е, 60-е годы. Да, да, я понимаю. Мы говорим о 20-м веке. 20-й век, да. И вот, видя себе, когда мы помогали Нильтину Манделе. А, да, вот теперь понятно. Когда мы тренировали все его отряды, его боевой жены и так далее, вот когда победа оказалась в наших руках, рухнул Советский Союз, и Городчук сказал, что внешняя активная политика нас больше не интересует. То есть мы могли в этот момент воспользоваться по адаме труда своего потененных человеческих жизней и хотя бы прибрать к рукам, извините, месторождение золота, алмазов, иметь влияние в этой стране и оказать цивилизующее влияние на местное население. Потому что мы-то жили идеями интернационализма, и Мандела был все-таки адвокатом, человеком, вменяемым, более-менее, который мечтал о радужной стране. Он называл это страна радуги, что у него не было никакой идеи мочить белое до конца. Прижать к ногтю, да, но не выгонять, как в Зимбабве. С ним можно договориться. В этот момент СССР лопнул, и мы потеряли все плоды своих усилий, всю свою войну, которую мы вели против ЮАР. Мы ее просто проиграли. Ну хорошо, если безопасность можно обеспечить, допустим, в городе, то как ты ее обеспечишь в сельской местности? Кстати, в городе ты не можешь обеспечить, как ты ее обеспечаешь? Да уж, если в городе нельзя, то что... Если не поедет ночью. Вот. И я тут вспомнила, поправь меня, если я ошибаюсь, мне кажется, что Дональд Трамп в своем твиттере, у него же площадка-то твиттер, написал, что происходит в ЮАР, там убивают белых фермеров и отбирают землю без компенсации. Это правда, они собираются принять такой закон, и уже начались, по-моему, даже его приняли, собираются уже, намедили первые земли, собираются отбирать. Дело даже не в этом. Белых убивают в огромное количество, где угодно. Но одних белых фермеров, только фермеров, а фермеры живут... Ну, что тебе представить? Вот я ехала к ним, я ехала 500 км в одну сторону, 500 км в другую сторону. Я не увидела ни одного человека. Понимаешь? Это огромные, желтые, бесконечные поля. В это время, значит, как бы зима. Был конец зимы в Африке, очень холодно. Бесконечные поля, нигде ни капли воды. Если вы случайно увидите крохотный водоем, это огромная радость. Это очень засушливая земля. И бесконечные стада жирных, отличных черных коров. Вот. Я к своему ужасу, знаешь, у меня был там полный шок. Я увидела однажды прелестную антилопу, которая подошла к машине и посмотрела на меня. Маленькая антилопа. Я так растроглась. Говорю, какая она милая, какая она маленькая. У меня была в детстве книжка золотая антилопа. Мне говорят, ну ты же вчера из нее карпаччо ела? Мне стало дико плохо, потому что я сказала, я ела из нее, ну как мне из ее сестренки сказали мне. Потому что я говорю, я думаю, ты же большая антилопа. Не измаля. А у больших, понимаешь, мясо не такое нежное. Это будет, знаешь, это будет, это будет психологический шок. Сказала, что больше никогда не буду есть антилопу. Она была такая милая, смотрела на меня в открытых, совершенно доверчивыми глазами. Вот, вот представь себе, что это огромное пространство. Нет людей. Какие-то крохотные городки, куда есть указатели. Ну где-то, например, вечером даже не поешь, потому что все закрывается в 6-7 часов вечера. В общем, людей там не встретила. И так 500 километров. Коровы, антилопы, поля, коровы и так далее. То есть я озерела за эти 500 километров. Я говорю, а люди тут водятся вообще. Значит, и мы, господи, хребелым фермером. Вот тогда я поняла, почему практически, вот только за этот год, с января, было 288 нападений на фермеров. 47 человек убито, ничего не награблено, потому что у фермеров грабить нечего, они не держат деньги в домах. Грабят, они живут очень просто. Это скромные нормальные дома, маленькая кухня, большая гостиная, где принято принимать папы костей, столовая и спальные. Это обычно одноэтажные постройки, это не двухэтажные виллы, что-то еще. Это нормальные чистые дома для жилья, аккуратные, современные, там все. Но не более того, вот ты приезжаешь к людям и сидит на ферме муж, жена и дети. Больше никого. И коровы. И спрашиваешь, а соседей, до одного соседа 10 километров, до другого 15 километров. А школа, там больница? Ну, возят. Ну, больница – это отдельная песня, там с медициной вообще тяжело. Умрешь, так умрешь, что называется. У всех, конечно, в доме есть оружие. Всеоруженные зубов, но при этом закон запрещает им пользоваться. Ты можешь высадить человека, только если он приблизится к тебе меньше, чем на 3 метра. 3 метра, вот мы сейчас с тобой сидим, это 2 с половиной. И вот тогда ты можешь, если он угрожает тебе оружием, ты можешь в него выстрелить, что, естественно, нереально. Но в доме оружие, конечно, есть у всех. Вот. Но жить так все равно страшно. Раньше они держали собак бурбули. Есть такие знаменитые собаки – бурбули. Вот. И как раз бурые заболели. Это страшно свирепые собаки, которые там наверно загрызают. В Москве очень популярно. И вот я думала, что я приеду, везде будут эти бурбули, понимаешь? Говорю, где ваши бурбули знаменитые? А встречаете какая-нибудь шавка, которая тявкает, знаешь, так громко, скандально, и потом начинает лизать тебе ноги, потому что эти шавки оказались Джек Рассел-терьерами. Они не переносят запах черных. Да. Ну и когда-то натаскивают охотничьи собаки, они хорошо чувствуют запах черных. Они скандальные, крикливые, охотники. И в чем проблема когда с бурбули? Говорят, почему вы не держите больших собак? Они говорят, смысла нет. Потому что им бросают отравленную котлету через забор, и все дело кончено. А его нельзя держать, его только в клетке, он загрызет людей, гостей, кого угодно. Они срезаводят этих маленьких скандальных Джек Рассел-терьеров, которые держат около дома. Ему нельзя докинуть котлету. И он поднимет такой лай, что, понимаешь, мало в жизни тебе не покажется. Потому что это собачки такие профессиональные. Вот. Но это, пожалуй, единственное, собака это просто сигнал. Почему собака? Потому что буквально за последние три года кто-то стал раздавать черным бандам глушилки. Потому что практически все фирмы раньше платили ЧОПам, это называется красная кнопка опасности. Нажимаешь, чтобы к тебе приехали, что у тебя что происходит. Да, понятно. К тебе подходит, включает глушилку, стоит она не больше 100 долларов. Она глушит все Wi-Fi сигналы, сотовый телефон, красную кнопку опасности. Ты ничего не можешь сделать. Ты кому будешь кричать за 10 километров соседям? Нет. Все. Ты можешь только взять ружье и стрелять. Если тебя разбудят твой маленький вредный Джек Расселдзерриер. Понимаешь? А если его застрелили и летела с глушилкой, то ведь никто тебя не разбудит. Как случилось с Мариандрой Хеунис, она возглавляет организацию вдов-фермеров. Вот она проснулась ночью, она спала вместе с мужем и 6-летней дочкой, смотрели телевизор, ночью уснули на втором этаже над диваном. Она проснулась в той же крови и от того, что в нее целистся из пистолета. Муж был застрелен пятью выстрелами разом. То есть она сказала мне как фразу, как из Магбета. Никогда не думала, что у человека может быть столько крови вообще. Рядом спала ее 6-летняя дочка, которая, естественно, проснулась. Дочка сейчас сестерика начала бегать, в нее стали стрелять. Дочка чудом выжила. и Мариандра была на восьмом месте беременности. В доме было еще две девочки 2-4 года, которые спрятались под кроватью. Они были на первом этаже и все слышали. Они увидели, как кровь стала капать сквозь потолок. Кровь их отца. И Мариандра, потрясающей красотой женщина, не знала, кого спасать. То ли ребенка внутри себя, то ли свою 6-летнюю дочь, то ли двух детей, которые внизу. И для нее самый жуткий момент, когда дочка нашла свинью копилку и вынесла к этим черным бандитам и сказала, это все, что у нас есть. Заберите мою свинью копилку, только уйдите, вы убили моего отца. И они пытались истощить низ, чтобы изнасиловать. Она понимала, что там еще две девочки, о которых они, может быть, не знают, а может быть, и знают. Она сопротивлялась, как могла только говорила, умоляю, умоляю, уходите, вы сделали все, что могли, заберите свинью копилку, заберите все, что вы хотите, только уходите. Они ничего не взяли, кроме двухсотовых телефонов. И вся Африка говорит, что ей безумно повезло, потому что она и ее три дочки выжили, не были изнасилованы и через пять дней после похорон мужа родила сына. И она осталась без копейки денег, потому что бурские женщины не работают. И она начала работать в похоронной конторе. Она хоронит людей каждый день. Потому что похороны в Африке это самое великое событие. роды, не свадьбы, а похороны. Люди берут кредит, разоряются, тратят все на это и всю жизнь выплачивают кредит за похороны. Похороны это то, что ты должен сделать лучше всего в жизни. Это называется празднование жизни. Celebration of life. Они так называют. И она ушла работать в похоронную контору с четырьмя детьми и стала помогать вдовам, которые оказались в такой же ситуации, потому что у нее осталось четверо детей на руках, один новорожденный, и пришлось работать. И она тоже собирается бежать. Хотела бежать в Швецию, но выяснилось, что в Швеции те же дела. То есть там черные гетто, ее могут тоже насиловать, убить. Теперь она думает ехать в Австралию. Дочка сошла с ума. Дочки, ну, шестилетняя дочка помнит все. Ей сейчас восемь. Она живет на антидепрессантах. Она совершенно, ей не помогают никакие психиатры. Она помнит каждый деталь убийства. Она помнит все. То есть у нее просто реально съехала крыша. Ей нужно, у Марьяны нет денег, чтобы ехать увезти всех четыре детей, она одна. Даша, ну вот ты назвала некоторые географические точки, куда могут бежать из ЮАР те, кто уже устал от такой жизни. А как принимают этих людей? Их вообще ждут? Есть какие-то, не знаю, общины, которые уже где-то обосновались в каких-то странах? В основном в Австралии, но уже их слишком много там. Убежища американцы не дают в Канаде. И сейчас последняя идея появилась у нескольких буртки семьи Россия. Вот на разведку в июле этого месяца приехала в Таврополь семья Адди Слебуша, я с ними познакомилась. Они пытаются узнать, может быть, поднять их Россия. Но это долгий разговор, мы в эту буртку просто не уложимся. Я спросила, вы хотите спасти свои жизни? Они сказали, мы хотим спасти свои души. Потому что Россия – страна традиционных семейных ценностей. Одна – это самое главное. Субтитры создавал DimaTorzok